Привет, ребята! Сегодня я хочу вам показать обзор покупок в АТБ. Я сегодня ходила для того, чтобы купить для одного блюда. Я хочу сказать, что это блюдо будет, ну, как вам сказать, не то чтобы там плаят, копированием, но что-то будет похоже на одно из блюд моих очень хороших, любимых блогеров. Ну, посмотрите вообще. Я купила не только на это блюдо, а сейчас все. Что я сегодня купила? Для блюда я купила вот такую корейскую морковку. Грамм 200, она стоила 5 гривен, по-моему. Это было на разрез, это было не в АТБ. Что еще я купила не в АТБ? Это вот такой кабак. Мама с него будет делать оладьи, если будет такая возможность, я обязательно это сниму. Дальше купили еще вот такой хомячок для моих герзунов сегодня. Он стоил 20 гривен. То есть я хочу вас непримерно пооритировать по ценам нашего города и вообще Украины. Вот такой лаваш. Это домашний. Я взяла в АТБ не домашний, обычный, да? Ну, вот и домашний. Блюдо будет из лаваша. Ну, думаю, вы сейчас все поймете, поэтому сильно не перетруждаюсь. Вот этот пучок, по-моему, петрушки, да, я купила 5 гривен. А ваш этот стоит тоже 5 гривен. Все у нас сэп опять сегодня. Дальше. Купила сегодня себе 2 зефиринки, ну, одну себе и одну маме. 10 гривен они стоили. Так, дальше. Тебе вот купила, спасибо маме большое, вот такую шапочку. Ее обязательно сегодня примерю в трансляции. Мне она очень нравится. Она, главное, что очень теплая. Нужная вещь. У меня ее не было, что у меня теперь будет шапочка. Так, дальше. Купили вот такое тесто. Оно стоит 27-28 гривен, ватабе. Тесто всегда надо, потому что можно какие-то блюда сделать. У меня осталась маковая начинка, я могу какой-то, может быть, рулет сделать, что-то такое. Это не на сегодняшнее блюдо, это вообще просто что-то, чтобы было в холодильнике всегда. Дальше. Место. Ну, уже скажу, что я буду готовить. Я буду готовить новогодний рулет. Такой рулет делал Гран Деникко. Влог. Это мой хороший, добрый знакомый Николай. Только вместо мяса у меня курина, у меня будет вот такая колбаска. Еще немножко что-то поменять. Так, дальше. Вот такой я купила лаваш в АТБ, он стоил всем с копейками. Может быть, когда-то все пригодится, я возьму домашнюю. Вот такой стырок, янтарь. Ну, когда я буду готовить блюдо, вы все, в принципе, увидите. То есть, составляющие все я купила, поэтому надеюсь, что все будет хорошо. И купили с вами вот такие вафли-парти, тоже, чтобы всегда лежали. К нам должны приехать скоро гости. То есть, это всегда нужная такая вещь. Естественно, мне эти вафли не очень, но... Но нужно, чтобы угощать в гостей, потому что... Я люблю домашнюю какую-то выпечку, в принципе, я люблю это делать. Вот такой обзор покупок. Вафли стоили 25 гривен. Вот этот, по-моему, 14 или 15. Потому что я называю, что я говорю прям стоимость. В общей сумме... Чек выбросила, да. Чекарик шапочка стоила вот эта... 60 гривен, по-моему. Ну, такая очень классная, теплая. Буду вам показать. Бумбончик мне подходит прямо под мою цю. Знаете, что такая внутри? Теплая, беленькая. Что тут написано? Чьё оно? Рома Виа Наполи. Ммм, итальянская, между прочим, шапочка. Ммм, хм, хм. Все очень такая интересная. Ну, я ее померяю в трансляции, чтобы была какая-то интрига. Вот такое сегодня получилось короткое видео. Сейчас буду готовить, готовиться. Надеюсь, вам понравится и моя интерпретация какая-то. Готовить я буду не на кухне, как уже все поняли. Объяснять, почему, как я это делаю, я уже не буду. Я уже тут сотни раз делала. Кому нравится, тот смотрит. Кому не нравится, тот не смотрит. То есть я нормально на это реагирую. И я не расстраиваюсь по этому поводу. Спасибо всем большое, что посмотрели это видео. В общем, покупок было, наверное, на гривен. Около 200 гривен я потратила сегодня на покупки с мамой. Ну, я считаю, что это нормально для Украины. Ну, опять же, кто как смотрит, кто вообще, кому какие потребности надо, какие продукты покупать. Кто-то покупает, закупает больше. Мы заранее много не покупаем. Хотя уже присматриваем что-то на Новый год. Уже есть в идее два салата, которые я обязательно с вами приготовлю, которые обязательно вы увидите. Спасибо, что посмотрели видео. Ставим пальчики вверх, подписываемся на мой канал. И не забываем никогда о позитиве. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok